Для исправления дефекта строчки для регуляции натяжения нитей мы будем пользоваться дисками натяжения. Круглые механизмы, через которые мы пропускали нитку. Пока мы сбросим все настройки натяжения и раскрутим диски до нуля. Вот такую строчку мы получили, обметав срезы с нулевым натяжением всех нитей. В целом лицевая сторона строчки выглядит неплохой, но с изнаночной стороны вся картина значительно поменялась. Посмотрите, желтые нитки, которые с изнанки должны выглядеть максимум точкой, образовали крупные петли. То же самое с голубыми нитками. Их не так видно, поскольку они скрыты за желтыми, но тем не менее они также образуют крупные воздушные петли. И если мы развернем детали и растянем их, то увидим, что из-за отсутствия натяжения детали расходятся между собой. Такого быть не должно. Начнем с регулировки натяжения нитей левой и правой иглы. Увеличиваем натяжение небольшими шагами на одно либо два деления. Не стоит увеличивать сразу сильно, мы можем добиться обратного эффекта. Поэтому делаем все постепенно. Посмотрим, что мы получили в сравнении с первым примером. Снизу срез, который мы обметали с нулевым натяжением всех нитей, а сверху срез, который мы обметали с небольшой коррекцией натяжения нитей правой и левой иглы. Внешняя сторона отличается не сильно. Но на самом деле желтые и голубые нитки лежат намного плотнее к ткани. Если, к примеру, мы потянем за голубую либо желтую нить в нижнем отрезке, то увидим, что она очень свободная и легко вытягивается. А во втором случае свобода есть, но не настолько сильная. Посмотрим на изнаночную сторону. Теперь желтые и голубые нитки выглядят только как точки и не образуют таких больших петель. В целом регулировку натяжения желтой и глубой нити, то есть нитки правой и левой иглы, можно на этом завершить. Но можно попробовать еще немного увеличить натяжение. Продолжим работать над качеством строчки дальше. Посмотрим на нитку вишневого цвета. Это нитка верхнего петлителя. По самому краю срезу вишневая нитка образует петли. Она не прилегает плотно к срезам ткани, а немного отходит от них. Это говорит о маленьком натяжении нити. Также о маленьком натяжении нитки верхнего петлителя могут говорить петли. Волны, выступающие за пределы желтой нитки, то есть нитки левой иглы. Иными словами, если нитка вишневого цвета выходит ниже нитки желтого цвета и даже образует пустоты петли, то это также говорит о плохом натяжении нити верхнего петлителя. Отрегулируем натяжение нити верхнего петлителя. Кстати, всегда помните о первом правиле при настройке качества строчки. Сначала необходимо проверить, прошла ли нитка между дисками натяжения. Потяните нитку с двух сторон. Проверьте, проходит ли она прямо по месту. И только после этого переходите к регулировке натяжения. Иногда бывает так, что нитка верхнего петлителя, к примеру, петляет, и мы все увеличиваем и увеличиваем ее натяжение. А качество строчки не меняется. Все потому, что нитка прошла рядом с дисками, но не между ними. Поэтому обязательно сначала проверяем, прошла ли нитка прямо по необходимому месту. Вернемся к регулировке натяжения верхнего петлителя. Увеличим натяжение на несколько показателей. И посмотрите, сейчас я прикладываю срезы ткани, совмещая с краем металлической игольной пластины и с краем пластиковой боковой крышки. В результате у меня срезается около 2-3 мм ткани. Внешний вид строчки стал намного лучше. Петли, которые образовались верхним петлителем, уже не такие округлые, не такие воздушные, а более натянутые и больше похожие на поперечные столбики, линии, а не капли. Также нитка не выходит за пределы срезов, так как, к примеру, в предыдущем отрезке. Сравните с предыдущим отрезком. По краям ткани ранее образовывались воздушные петли, пустоты, а сейчас нитка плотно прилегает к срезам. Также сравним изнаночную сторону. Вишневая нитка верхнего петлителя практически не видна с изнаночной стороны по сравнению с тем, что было в предыдущем примере. Вишневая нитка верхнего петлителя за собой немного подтянула и нитку нижнего петлителя, то есть зеленую нитку. Раньше зеленая нитка образовывала округлые петли, а теперь они стали больше похожи на треугольники. В целом мы можем на этом остановиться и не регулировать натяжение зеленой нити, то есть нити нижнего петлителя. Но если вам кажется, что зеленая нитка не так плотно прилегает к срезам, как хотелось бы, и стоит вам немного потянуть нитку, то с легкостью образуются большие воздушные петли, то стоит немного увеличить натяжение нити нижнего петлителя. К примеру, на одну единицу. А теперь посмотрим на случай, когда натяжение слишком большое. Как выглядит в таких случаях строчка? Для начала попробуем увеличить натяжение нитей правой и левой иглы. В результате повышенного натяжения нитей из игл, то есть желтой и голубой в данном случае, вдоль строчки появились волны. Поэтому, если вы увидите, что строчка слишком натянута, то, скорее всего, дело именно в нитках правой и левой иглы. Вам необходимо подкорректировать их натяжение. Помимо волн, которые образовались вдоль строчки, эти две нитки подтянули за собой вишневую нитку верхнего петлителя. А вишневая нитка, соответственно, подтянула за собой зеленую нитку нижнего петлителя. В таком случае может показаться, что необходимо отрегулировать натяжение зеленой нитки нижнего петлителя, увеличить его. А натяжение вишневой нитки, наоборот, уменьшить. Но если вы видите волны вдоль обмёточной строчки, то знайте, что, скорее всего, проблемы кроются именно в натяжении нитей иглы. Если мы расправим срезы, выправим волны, то срез станет плоским, ровным. Но обмёточная строчка сразу сократилась в маленьком отрезке на целых 5 мм. А представьте, если это был бы длинный срез. А теперь посмотрим, например, большого натяжения вишневой нитки верхнего петлителя при нормальном натяжении остальных нитей. В целом вишневая нитка верхнего петлителя выглядит неплохо, но она потянула за собой зеленую нитку нижнего петлителя. По лицевой стороне обмёточной строчки мы не должны видеть зеленую нить, а в данном случае мы видим около 2 мм. Зеленая нитка, в свою очередь, подтянула желтую и голубую нитки, то есть нити из игол. Все потому, что они взаимосвязаны. В таком случае может показаться, что если желтые и голубые нитки по изнаночной стороне образуют маленькие петли, то необходимо увеличить их натяжение, но дело кроется именно в вишневой нитке верхнего петлителя. Возможно, вам покажется сейчас это слишком сложно, но на самом деле все намного проще. Вам просто необходимо потренироваться на отрезке ткани, порегулировать натяжение в разные стороны, самим посмотреть, как меняется качество строчки, и на практике вы с легкостью сможете определить и устранить дефекты. Ну и в заключение посмотрим пример излишнего натяжения зеленой нитки, то есть нити нижнего петлителя. Итак, по лицевой стороне зеленая нитка уже исчезла. Вроде бы хорошо, но по изнаночной стороне картина совершенно поменялась. Высокое натяжение зеленой нити потянуло за собой вишневую нитку, то есть нить верхнего петлителя наизнанку, хотя на изнаночной стороне строчки вишневой нитки быть не должно. Также повышенное натяжение зеленой нитки нижнего петлителя потянуло за собой желтую-голубую нитку, нитку правой-левой иглы. Представьте, что мы получили такую строчку. Почему нам необходимо корректировать натяжение именно зеленой нитки нижнего петлителя, а не затягивать, к примеру, желтую-голубую нитку, не затягивать вишневую нитку верхнего петлителя? Все потому, что петли, которые образуются зеленой ниткой нижним петлителем, очень-очень маленькие. При нормальном натяжении они были бы большими, более высокими, создавали бы пустоту и не прилегали бы плотно к ткани. Но в данном случае они очень сжатые и маленькие, и именно они тянут за собой все остальные нити. Поэтому нам необходимо корректировать именно натяжение зеленой нити нижнего петлителя. Это основные практически все дефекты строчки, с которыми вы можете встретиться. Поэтому если у вас на практике получится строчка с дефектами, то вы всегда сможете вернуться к этому уроку и посмотреть, какой из примеров похож на ваш случай, и с легкостью исправить его.